Итак, всем привет! Да, сейчас только снял у нас видеоролик с Авито, да, позвонил по объявлениям. Ну, давайте будем немножко друг другу честными, да. Ну, само собой, по улице Первомайской, по Островской за миллион рублей квартиру не купить. За миллион рублей квартиру купить можно. Но можно купить это у нас на Соболевке, да, на Тимирязево, где-нибудь там в Гринхосте, где-нибудь там в Короле Георгии, да. Эти квартиры я вам показывал, вы эти квартиры видели. Еще раз повторюсь, если я вам присылаю подборку и там не фигурируют такие объекты, да, значит, что я их не хочу продавать или, как вам сказать, или что я от вас скрываю хорошие объекты, это значит, что я вам не даю те объекты, которые у нас не строятся. Вы, как вам сказать, вы меня спрашиваете, почему, я там не спрашиваю, ну, почему я там не озвучиваю, не показываю объекты какие-нибудь, которые, ну, которые там у нас в топе объявлений, все. Ну, понимаете, начинают потом названивать нашему руководству. В свою очередь руководство начинает долбить меня, да, в прямом смысле этого слова. Потом начинают угрозы, да, угроза тех же самых застройщиков. Вы же прекрасно понимаете, что, как бы, взять и обмануть, не знаю, там, кинуть, там, 500 человек, да, и при этом нести за это никакой ответственности, при этом, как бы, жить, так скажем, а не сидеть за решеткой. Вы же понимаете, что это очень много, что значит. Вы же должны понимать, что это, скорее всего, очень большие связи у людей, и все. И, конечно же, у нас город Сочи, он у нас не такой, так скажем, хорошего, идеального, ну, во всех отношениях. Я могу сказать, да, здесь город Сочи признан самым безопасным городом России. Это супер, это классно, я этим горжусь. Город Сочи, там, признан, там, одним из самых, там, красивых сейчас городов, да, самых таких современных городов. Там, так скажем, как модное слово говорит, поистину можно назвать его европейским, да, все, кто проезжает, кто со мной встречался, никого город Сочи равнодушен не оставляет. Но при этом здесь еще и есть негласные, там, не буду говорить громкими словами, да, Аль Капон и так далее. Здесь еще есть у нас и вот эти свои, так скажем, династии, диаспоры. Я не буду сейчас никого озвучивать в видеоролике. Если по какой-то причине вам жилой комплекс не снимаю, который у вас на виду, на слуху, это не просто так. По большому счету, как бы мне, как риэлтору, без разницы, у нас договора заключены со всеми до одного. Мы можем продать любой объект, который вам понравится. Мы можем помочь вам оформить сделку, понимаете. Но по большому счету я этого не делал. Мне вот сейчас за последние 4 дня позвонили очень много людей, да, когда начинают украдкой спрашивать все. И тоже сегодня прям, представь себе, это был разговор. Позвонила женщина, да, все, с Дальнего Востока, тык-тык-тык, а вот такой-то объект, я говорю, такой-то объект, а мне стоит все. Она говорит, а он может построиться? Я говорю, ну, посмотрите, ну, смотрите вы правильно в глаза, нет, все. Она говорит, вот я там купил квартиру, что мне делать? Конечно, я могу сказать, забирайте деньги, еще что-то, я так и говорю. Но самое интересное, вы правильно задаете меня вопрос издалека? Вы сначала задаете вопрос про этот объект, а потом вы мне признаетесь в том, что вы там объект купили, да, и я говорю вам всегда, как есть. Потом многие спрашивают, да, вот почему вот вы там не озвучиваете, не показываете ни вы там, ни БС, ни недвижимость, ничего, другие объекты. Ну, потому что если про объект сказать все как есть, я еще раз говорю, очень много угроз, очень много всего. Вот, он тоже своего рода есть такой бандитизм, ну, сто процентов, да. Вы видели мой видеоролик с гаичниками. Если гаичник позволяет там брать, там, хлопать дверью, да, если он позволяет там, как бы, обзываться, да, там что-нибудь еще. Вы представляете, это просто обычный гаичник, да, которого, хоп, турнуть можно очень быстро. А что касается тех людей, которые, не знаю, где, я бы не сказал, что слово кидает, ну, там, где у людей похоронены миллионы, миллиарды, могу даже сказать. Ну, представляете, какая здесь это все, вот этот идет какой-то снежный ком. Поэтому, как вам сказать, у меня есть очень хороший такой, очень много грамотных, так скажем, подписчиков, которые просто тоже рекомендуют. Ну, действительно, лучше не снимать, не говорить. Даже те объекты, которые у нас есть, там, знаете, сколько раз, да, вот, например, вот, там, возьмем Горнон, да, ничего такого плохого не сказали, ничего. Заставили удалить видеоролик. Удалил я ведь видеоролик. Например, сейчас, в данный момент, например, идет у нас видеоролик у нас про уютный квартал. Тоже, да, тоже, там, начиная, там, непонятно, там, где-то всякие, то это, чтобы взял и удалил. Я скажу даже больше. Там даже ко мне вчера приезжал, не поздравить с днем рождения, поговорить про комментарии, про одно агентство недвижимости, где я написал комментарии. Комментарии написал, как есть. И вот, ты понимаешь, вот, там, то-то, то-то, там, ну, я, там, то-то стараюсь. Ну, в общем, непонятно, почему я вам все говорю. Ну, здесь есть тоже своего рода такое-то... Ну, не знаю, там, конечно, могу сказать, там, мафия, но это совсем грубо будет сказано или еще что-то. Нет, 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 конечно, не так все, как вам кажется, но, 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 ну, могу сказать, что очень тяжело, да, можно, конечно, брать и, как бы, матку в глаза всем говорить, да, вот это все, но я могу сказать, что ничем хорошим, скорее всего, не закончится, да, там, опять же, либо сблокируют канал, либо еще что-нибудь, либо могут также подставить. Я помню, я как-то ехал в 2008 году в Сочи, и я остановился, я ехал через Ростов, ну, лоханулся, через Ростов ехал, и сейчас-то я еду по другой дороге, конечно, а так ехал через Ростов, да, как в Волгоград, Ростов, и когда тормознул, у меня начали вмораживать с меня деньги-каечники, я говорю, нет, ничего, ничего, все, он меня берет, просто в сторону отводит и говорит, просто, говорит, в цвет, с тебя тысяча рублей. Если ты сейчас не заплатишь, а я с вас дружелю, ты ездишь с друзьями, все, мы у тебя в багажнике найдем наркотики, и ты как минимум, говорит, три дня потеряешь своего отдыха вместе с друзьями, а едете вы с деньгами, либо, говорит, вы потеряешь несколько суток, а может быть и несколько лет. Понятно тебе? Вот так вот, жестко, в Ростове, мне были, вот этот, у меня был факт, до сих пор его запомнил, и все. Сейчас, конечно, когда меня гаечники останавливают, если, не дай бог, там просят открыть багажник, я включаю все камеры, конечно же, и все. Раньше такого еще не было, там даже телефон был особо без камеры, в те времена, понимаете? Сейчас я вот именно вот так вот уже, да, хотя бы здесь авторегистратор или еще что-нибудь. Вот такой вот развод в наглую, это я даже считал, это просто был бандитизм, просто, ну, даже, там, мы у тебя найдем наркотики. Он, конечно, не груз, ты не по тебя подсунь, мы у тебя найдем наркотики. Я могу сказать, и здесь, ну, то же самое. Если человек начнет мешаться, да, так, тем более, вы сами понимаете, в тех объектах, которые, там, у нас очень много таких объектов, где там просто миллиарды, там, похоронены, там, много чего, тоже там, ну, есть, так скажем, я не могу вам сказать, что, там, я, там, никого ничего не боюсь, ничего, ну, блин, только дураки, ничего не боятся. Но, опять же, повторюсь, я предпочитаю, просто этот объект не то, что не рекламировать, а просто предпочитаю промолчать в этом отношении. Если кто-то из вас мне начинает по телефону звонить, я говорю, все как есть. Я могу сказать, что многие застройщики берут, начинают названивать и так вот проверяют, да, вот как сейчас я видеоролик записал с проверкой, так скажем, того объявления, которое вы мне накидали в почту, да, типа, я вам предлагаю говно всякое, там, дом у озера, да, предлагаю, предлагаю вам всякие, там, галенхосты, да, предлагаю, там, район, там, Тимирязево, а тут вот на Первомайской продаются квартиры по 900 тысяч рублей с ремонтом, при том там написано, с ремонтом, понимаете? Ну, как вам сказать-то? Ну, не знаю, как бы, вот, я, вообще, я считаю, что как бы своим достоинством, таким хорошим, да, что беру такие объявления, не кидаю такие, да, такие фонари не развешиваю, да, если, например, взять, например, то же самое, я общался с коллегами, которые работают в других, он говорит, Макс, говорит, ну, нам приходится так, я возьму интервью у очень хорошего, вы увидели уже на канале, очень хорошего, у меня порядочный есть, и он вам расскажет потом, он сейчас будет работать в нашей компании, скорее всего, нашу компанию возьмут, потому что он месяца попробовал порвать в другой компании, и он вам просто расскажет, что его заставляли делать в другой компании, как вести, какие объявления расклеивать, как обманывать и так далее, чтобы привлечь вас к себе, и чтобы потом вы уже как-то взять и вами манипулировать. У меня такой цели не стоит. У меня, либо там, если мне дают клиентов компания, я их беру, спокойно так же обрабатываю все по сегменту. Но вы попадаете там не на лжеобъявления, понимаете? У нас запрещено в компании размещать объявления в Авито или еще где-нибудь такие, расклеивать, чтобы мы не запятнали репутацию нашей компании. И еще раз повторюсь, как бы, у меня нет цели. Еще раз, многие из вас, вот многие из вас, которые купили квартиру у меня, многие из вас шли на такой развод, приезжали с чемоданами на улицу, там, во вторичку зают, да, да, вот, внесите там 50 тысяч предоплату, непонятно за что, и все. И приезжали, просто обалдевали. Посмотрите на Авито, там фотографии одни и те же на квартирах, все одно и то же. Посмотрите, ссылки все. Я скажу даже больше, даже мою квартиру, мою квартиру брали и скидывали под другие, там, скажем, другие использовали риэлторы. Даже мое объявление с моей квартирой. Оно не было на Авито, оно было в другом, но я увидел свою квартиру на Авито, я аж обалдел, когда ее увидел. Хотел по этому поводу снять сюжет, потом думаю, ладно, не надо. И давайте все-таки определимся, за сколько же можно взять квартиру в городе Сочи. Минимальная цена квартиры, чтобы безопасно строилась на стадии стройки, это 45 тысяч рублей за квадратный метр. Дешевле, чем 45 тысяч рублей за квадратный метр не найти. Вы сейчас скажете, вот дом у озера 5 у нас выскочил, сейчас можно купить за 35 тысяч. Да, можно купить, но его сейчас строит не Артур. Его строят тем, с кем они, получается, разошлись. В свою очередь, у тех двух компонентов, у них нет ни одного завершенного объекта. Понимаете? И Артур, когда я с ним позвонил, говорю, давай на камеру. Он говорит, нет, не хочу быть я. Понимаешь? Я, говорит, не хочу стать врагом номер один для всех. Я и так, говорит, враг, потому что перебивает цены, получается, то, что делаю. Себестоимость, если 37 тысяч рублей за квадратный метр, 35 тысяч, еще отдай риэлтору, все. Как можно уложиться? Понимаете? Поэтому есть иногда делают акционные квартиры, да, но за счет чего там. Какие-то квартиры продали по 45 тысяч за квадратный метр, да. Какие-то там, бывает, одну там за 35, за 40 там, да, поймали. Но другие продали по 60, по 65. И примерно баланс получился. А когда все квартиры продают весь дом по 35, он просто-напросто даже не построится. То же самое могу сказать про те же самые объекты, которые там в центре города за 50 тысяч рублей за квадратный метр. Да не получится. Земля стоимость, да, работают, это все, это все посчитать. Вот эксплуатацию, взятки, откатывают, это все, все. И, ну, просто дешевле не получается сделать. 46 тысяч за квадратный метр, там, можно сказать, на Мацесте. Каленхоста, ну, я вам показывал квартиры, Каленхоста, да, 41 тысяча рублей за квадратный метр, а 42 тысяча, ну, вы видели? С окном в коридор можно купить. Либо вместо окна дверь на балкончик, просто дверь. Вы это видели, эти квартиры акционные? И, давайте, готовое жилье у нас можно купить минимальная цена, это 65 тысяч рублей за квадратный метр. Это я имею в виду готовый дом без ремонта. С ремонтом минимальное, что можно найти, 75 тысяч рублей за квадратный метр. Без мебели, конечно, без ничего. Вторичка здесь очень хорошо покупается, очень хорошо продается. Сейчас один подписчик со мной срезался, говорит, Максим, помоги, пожалуйста, продать квартиру в Сьюзен 3, третий этаж, 35 квадратных метров продаю за 2 миллиона 600 с мебелью, с техникой, свежее все, на Тимирязево. Ну, вот это 2 600, это, ну, халява. Ну, не совсем халява, но такая хорошая, нормальная, адекватная цена. Сейчас клиентки из Оренбурга, мы нашли квартиру с ремонтом с Пашей, да, но без мебели, без ничего, но с ремонтом весенним. Нашли за 2 миллиона 650 тысяч рублей, 35 квадратов. Ну, там социальный ремонтик такой, ну, такой, все, мы нашли кое-как ее. Она была 2 900, мы сбили у застройщика. Очень много там по времени ушло, мы нашли. В Киеве, да, можно. Тоже, вы занимаетесь вторичкой? Да, занимаемся вторичкой. Нашли целую кучу вторичек, все, занимаемся. Есть еще вот, у меня сейчас эти вторички, да, есть там вторичка, там вторичка есть. Есть вторички, но не как в Авито, не за миллион рублей с ремонтом. За миллион рублей с ремонтом у меня нет таких вторичек. Минимальная цена квартиры, да, вторички с ремонтом, минимальная цена, за которую я сейчас могу найти, те, которые я ездил, смотрел своими глазами, трогал ручками, да, это 2,5 миллиона рублей. Это квартиры от 25 квадратных метров, не 16 квадратов, да, где занимает 4 квадрата туалет, 2 квадрата коридор, и в итоге, получается, остается комната 10 квадратов, кухня, да, жить на кухне, нет. А квартиры, которые, я считаю, квартиры начинаются, вдруг может быть, от 25 тысяч, ой, от 25 квадратов. Опять же, этот район, получается, Тимирязево, да, если, например, будем смотреть район, например, то же самое, Раздольное, да, он уже чуть подороже идет. Вот, сейчас в весеннем нашли. Поэтому, если желаете купить вторичку, да, вторичку, ну, опять же, со сносом, более-менее ремонтом, все, не на улице Первомайской, я готов заниматься и готов вам найти. Эта цена от 2,5 миллионов рублей и выше. Дешевле, чем за 2,5 миллиона рублей. У нас очень много в чат бросают, нужна там вторичка, но я ни разу не видел, что кто-то у меня из коллег взял и нашел вторичку за эти деньги. Потому что на эти деньги даже и первичку тяжело найти. Ну, вот как-то так. Ладно, всем хорошего настроения, всем, не знаю, там, начать отлично проводить, так скажем, по вторую половину февраля, да, чтобы у вас все хорошо было, чтобы вы, так скажем, выделили себе время, да, для того, чтобы приехать в город Сочи, чтобы мы с вами поближе познакомились. Ну, вот еще раз, да, вторичка занимаюсь, 2,5 миллиона рублей. Опять же, какая вторичка? Те же самые подписчики, те же сами вы просите продать вашу квартиру, помочь. Я готов. С вами я готов работать. Не с теми, которые там хотят продать дороже, чем на среднем по рынку, а с теми, которые нормально, адекватные. Вот сейчас предложили с Юзен 3 за 2,600. Блин, нормальный вариант. 2,600, в принципе, хороший вариант. Я посмотрел фотографии, все, кого-то интересует, в дальнейшем удовольствии могу его продать. Райвт Юга Лог, да, вот есть там Юлия, который клиент был, там, не помню, 2,5 миллиона вроде, да, может чуть больше, может чуть меньше, плюс-минус 100 тысяч. Тоже. Ну, мне с Юзеном нравится больше, он находится поближе чуть-чуть. И дом сам по себе поинтереснее. В общем, давайте сотрудничать с большим удовольствием тоже, если у вас есть квартира, все, готов тоже взять вам, ну, как бы пойти ее, отфтрафировать, все. И готов вам помочь. Готов помочь в реализации. Многие говорят, вот у нас квартира в Авито висит столько-столько-то, все, ну, потому что на Авито уже люди просто адекватно уже не верят, потому что очень тяжело. Даже я здесь очень много пробовал, ну, много пытался найти, да, что-нибудь посмотреть, которые не ссылки вы спрашиваете. Но в итоге это все, это все просто развод. Просто развод. Бесплатная площадка у нас для развода. Ну, все, всем отличного настроения. Пойду погружать все видеоролики. Пока.